Хотел бы сейчас от нас, от себя лично обратиться к нашим завоевателям, которые находятся в наших восточных, в Крыму, в Москве, которые говорят, что они защищают русскоязычное население, и сказать, вот собрались сейчас эксперты, говорящие на русском языке, воспитывавшиеся на русской литературе, на русской поэзии и так далее. И мы говорим не только свободно, нас не только никто не протесняет, мы говорим, нас не надо защищать. Своими первыми словами мы отмежевались от путинизма и от наших завоевателей. Одновременно с этим мы хотим сказать, мы живем в очень демократичной стране, потому что мы сейчас свободно говорили и на украинском, но больше всего на русском языке. Мы сами разберемся со своими проблемами, и мы разбирались, мы попытались обозначить эти проблемы и попытались предложить эти проблемы. Поэтому мы хотим обратиться к нашим русским, которые называют свои братьями. Вы нас, во-первых, оболгали, обозвали нас не Бог весь чего. Именно этой ложью вы натравили на нас, и таким образом вы нас предали, вы на нас напали. И как бы вы ни считали у себя в России, что вы там какие-то наши защитники, как бы вы ни пытались кого-то убедить в том, что вы правы, вы в первую очередь попытаетесь убедить нас, интеллигенцию, которая живет здесь. Политики могут смениться, а вот простим ли и забудем ли мы ваше предательство, это трудно сказать. Я думаю, что это останется тяжелой ношей и черным пятном на вашем поведении. И я вас очень прошу, вот эти вот слова зафиксировать в ваших средствах массовой информации, с тем, чтобы до путинистов это дошло.